Глубоко уважаемые коллеги, все мы знаем, что рак толстой кишки увеличивается распространенность, увеличивается заболеваемость, растет абсолютное число пациентов. При этом практически четверть из них составляет пациента с четвертой стадией заболевания. Можно сказать, что брюшин или перитениальный карциноматоз составляет порядка 15% от этой четверти. Это те пациенты, про которых мы сейчас будем говорить. Если раньше, до того, как был внедрен метод цидоредуктивной хирургии с гипертермической брюшной химиотерапией, пациенты получали только системную химиотерапию, ожидаемая продолжительность жизни у них не превышала 9 месяцев, в последнее время результаты системной химиотерапии несколько лучше. Мы видим, что добавление в схемы препаратов иринотикана, таргетных препаратов увеличивает ожидаемую общую выживаемость до 24 месяцев. При изолированном поражении брюшины общая выживаемость, это черная кривая, самый худший показатель общей выживаемости в сравнении с метастазами в печени и в легкие. Добавление метастазов других локализаций ухудшает показатели. В прошлом уже веке была предложена концепция, которую я предварительно сказал, это цидоредуктивная операция, которая предлагалась выполнять 6 типов целиком, полностью или частично, в зависимости от распространенности карациноматоза. И основная цель операции была удаление всех опухолевых карациноматозных узлов из брюшной полости, то есть достижение полной циторедукции. После операции выполнялась внутрибрюшная химиотерапия, либо интероперационная гипертермическая, либо ранее послеоперационная интероперитониальная. Стоит сказать, что уже проведены исследования, проспективные, ретроспективные исследования, показавшие, что данный подход обеспечивает лучшие показатели общей выживаемости в сравнении с только системной химиотерапией. Из препаратов, которые чаще всего применяются при гипертермической интероперационной химиотерапии, при раке толстой кишки, используются метамицин и оксалиплатин. Говоря о хирургических операциях, о циторедуктивной хирургии, стоит обратить внимание на то, что по данным достаточно большой базы, частота осложнений 3-4 степени достигает 29%. И вот такие осложнения, как несостоятельность анастомоза, формирование свящей абсцессы, фистулы, приводят в конечном итоге к операции у 11% пациентов. При этом нужно сказать, что развитие осложнений отодвигает возможность выполнения всего комплекса лечения, делает невозможным проведение в некоторой ситуации химиотерапии, соответственно, ухудшает прогноз пациентов. Долгое время было только одно рандомизированное исследование, посвященное оценке эффективности гипертермической внутребрюшной химиотерапии, ее вкладу в общую выживаемость пациентов. Это исследование было первым результатом, опубликованным в 2003 и отдаленной в 2008 году. Было две группы. В первой группе после циторедуктивной операции выполнялась гипертермическая внутребрюшная химиотерапия, во второй она не выполнялась, все пациенты получали системную химиотерапию. Показатели медианы общей выживаемости у пациентов с гипертермической внутребрюшной химиотерапией были практически в два раза выше по сравнению с пациентами, которые ее не получали, 22 против 12 месяцев. И анализ отдаленных результатов показал, что медианы без рецидивной выживаемости также выше в группе, где химиотерапия проводилась. И очень важный момент в том, что пятилетнюю выживаемость продемонстрировали только те больные, где была осуществлена полная циторедукция, а именно 45%. Еще одно интересное исследование, мультицентровое, опубликовано было оно в 2010 году из Франции. При медиане наблюдения 45 месяцев было показано, что вот такой подход обеспечивает пятилетнюю выживаемость и общую на уровне 27 и безрецидивную на уровне 10%. Был проведен мультивариантный анализ, показавший, что величина минимального значения перитениального карциноматозного индекса, полная циторедукция, отсутствие поражения регионарных лимфатических узлов, а также проведение адювантной химиотерапии, они ассоциированы с лучшими показателями общей выживаемости больных. Однако прошло еще несколько лет, и вот практически недавно были опубликованы результаты исследований тех же авторов, которые были в предыдущем исследовании. И цель была оценка влияния и значения гипертермической внутребережной химиотерапии и ее вклад в показатели общей выживаемости. Следует так говорить, что если в предыдущем исследовании химиотерапия проводилась разными препаратами, иногда она сочеталась, то здесь было четко оценено. В первой группе пациенты получали только циторедуктивную хирургию и системную химиотерапию, а во второй после операции выполнялась химиотерапия интероперационная с оксалеплатином и системная химиотерапия. И что же получилось в результатах? Осложнения третьей-пятой степени по уклавлению диндо были выше статистически значимы в группе, там где химиотерапия внутребрешная проводилась. При этом не различались медианы общей выживаемости, медианы безрецидивной выживаемости. Различия были только в безрецидивной выживаемости однолетней. То есть как бы рецидив откладывался, наступал несколько позже у этих больных. И отличались медианы общей выживаемости у лиц, у которых перитониально-карциноматозный индекс был в границах от 11 до 15. Авторы сделали заключение, что циторедуктивная операция демонстрирует удовлетворительные показатели выживаемости. Однако химиотерапия внутрибрешная с оксалеплатином не оказывает влияния на показатели общей выживаемости. Для того, чтобы ответить на вопрос, насколько гипертермическая внутрибрешная химиотерапия целесообразна у больных с значением индекса в районе 11-15, со средними значениями индекса, требуется продолжение исследования. Но, еще раз, мы не знаем ничего в отношении метамицин, насколько он эффективен. Наверное, требуется какое-то исследование, возможно, аудит. В нашем Центре, Государственном научном центре коллапрактологии, было предпринято проспективное обсервационное исследование. Включено в него 117 больных. Анализ сейчас будет представлен тех 102 больных, которые получили циторедуктивные операции с полной циторедукцией и внутрибрешную химиотерапию с метамицином. В большинстве пациентов опухоль локализовалась в ободочной кишке, имелось синхронное поражение брюшины, синхронный карциноматоз. У подавляющего большинства была аденокарцинома и именно умеренно дифференцирована, практически 50% больных. Опухоль прорастала, все слои кишечной стенки вырастала в окружающей структуре ткани у практически 80% оперированных пациентов. Удалялась медиана удаленных лимфатических узлов 20, поражено было 6 узлов в препарате. Потенциально резектабельные внебрюшинные метастазы имелись у 26% пациентов и у 73% они отсутствовали. Медиана перитениального карциноматозного индекса была 3% и у 46% он был в границах от 3 до 10%. Здесь непосредственно результаты операции. Продолжительность медиана 240, кровопотери 156 мл. Больные выписывались на 12-й день. Осложнения развились у 21% пациентов. При этом нами были выполнены 4 лапаротомии по поводу развивающихся осложнений. Двое пациентов с нестаятельностью одного толстокишечного, другого тонкокишечного мастомоза погибли. При медиане прослеженности в 25 месяцев показатели медианы без рецидивной выживаемости составило 13, а общие 31 месяц. Был проведен многофакторный анализ тех факторов, которые могли бы влиять на показатели общей выживаемости. Оказалось, что локализация опухоли в правой половине ободочной кишки, а также значения в нашем исследовании перитениального карциноматозного индексово-большински были ассоциированы с худшими показателями общей выживаемости. Здесь на графике показано влияние локализации опухоли, сверху это синяя кривая левые отделы, красная кривая это правые отделы и, соответственно, медианы 50 против 22 месяцев. Здесь показано то, что общая выживаемость медианной показатели у пациентов с перитениальным карциноматозным индексом больше 6 были меньше и составили 22 против 46 месяцев с меньшими значениями этого индекса. Был проведен также анализ коксорегрессионных факторов, влияющих на безрецидивную выживаемость. И у нас получилось, что молодой возраст больных меньше 54 лет в нашем исследовании, также локализация опухоли в правых отделах ободочной кишки и наличие внебрюшинных метастазов рака толстой кишки ассоциированы с худшими показателями безрецидивной выживаемости. Здесь то, что касается возраста, так медиана у пациентов молодого возраста менее 54 лет составила порядка 9 месяцев и более 54 лет 16. При локализации опухоли в правых отделах ободочной кишки медианные показатели безрецидивной выживаемости были хуже, составив 10 месяцев против 16 в группе с локализацией в левых отделах. Также оказывало на показатели безрецидивной выживаемости наличие внебрюшинных метастазов рака. Показатели также были у пациентов при наличии метастазов ниже. После выполнения операции пациенты получали системную химиотерапию и в дальнейшем регулярно обследовались по программе. И целью этого обследования было выявление как можно раньше возврата заболевания, которое было диагностировано у 69 из 100 пациентов. При этом рецидив перитениального карциноматоза был зарегистрирован у 40 пациентов. Время возникновения от первичной операции по поводу перитениального карциноматоза до диагностики первого рецидива медиана составила 11 месяцев. 17 пациентов были оперированы из тех 40, у которых рецидив был в брюшине локализован. И в 16 наблюдениях удалось достичь полной циторедукции. При этом медиана перитениального карциноматоза составила 4 у этих 16 оперированных пациентов. Осложнения были у 12% больных. В дальнейшем мы также проводили обследование пациентов. И вот из этих 16, которые были оперированы, у 8 развился второй рецидив перитениального карциноматоза с медианой времени до возврата в 12 месяцев. Они были оперированы. И в данной ситуации лишь у пяти удалось справиться и осуществить полную циторедукцию. В трех случаях от операции пришлось отказаться ввиду невозможности прогнозировать распространенность карциноматоза и конечный итог операции. И выраженный рубцово-спаечный процесс после предшествующих вмешательств. Мы посчитали медианы общей вызываемости у тех пациентов, у которых был рецидив перитениального карциноматоза, и которым выполнилась операция, химиотерапия или проводилось симптоматическое лечение. Большие показатели были в группе там, где пациенты получили оперативное лечение. И достоверно различались показатели выживаемости у пациентов, у которых была выполнена операция по сравнению с химиотерапией и операция по сравнению с симптоматическим лечением. Подытожив, можно сказать, что в данной категории очень важен такой персонифицированный подход. Мы пытаемся первично оценить пациента на предметы, на возможность перенести им весь объем лечения, потому что планирование у этой категории пациентов имеет очень большое значение. В дальнейшем очень сильно может сказаться на результатах лечения. В нашем исследовании независимыми негативными факторами прогнозов в отношении безрецидивной выживаемости стали возраст больных менее 54 лет, локализация первичной опухоли в правой половине ободочной кишки и наличие внебрюшенных метастазов. Так это не означает, что пациентов, у которых имеются эти негативные факторы, мы откажем в оперативном лечении и, соответственно, в дальнейшем получении внутребрюшной химиотерапии, системной химиотерапии. Здесь нужно рассматривать индивидуально. И такой относительно осторожный вывод, касающийся повторных вмешательств, по нашему мнению, это возможно и целесообразно, но у отобранной категории пациентов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...